Агент, я на месте, и вас не вижу. А, вот вы где. Отлично. Кажется, из-за дождя за мной никто не следил. Они его очень сильно боятся. У меня для вас письмо от Гарри Харта. Для начала запомните, читайте его вслух. Лучше усвоится. К тебе есть то, что было когда-то во мне. То, чему нельзя научить. Задатки Кингсмена. Но Кингсменами нас делает не только одежда и оружие. Кингсмен всегда готов пожертвовать собой ради общего блага. Надеюсь, ты готов к тому, что тебя ждет. А таких ребят ждет не только самое опасное, но и интересное. Уже сегодня секретные службы объединяются. И Кингсмен отправится через океан, чтобы навестить своих коллег из команды Стейтсмен. Но и компания получится. Решение снимать вторую часть было принято после грандиозного успеха премьерной картины. И зрители уже говорят, что новый вариант, пожалуй, даже более динамичен, юмористичен и крут. Актерский состав укрепили оскароносными Джулианне Мур, Джеффом Бриджесом, Холли Берри, а также воскресили Колина Ферта для исполнения роли агента Галлахана. Для красоты добавили Элтона Джона, который сыграл самого себя. Раскрываем все секреты самых стильных и смелых джентльменов уже сегодня в кино. А вот тут, понимаете ли, история интригует. Эдакая красавица из чудовища на лего-манер. Кстати, эти популярные игрушки уже давно вышли за рамки своего изначального предназначения и штурмуют экраны. В новой части проследим за приключениями героев популярной серии «Лего-Ниндзяга». И многое о них узнаем. Ну а услышим популярные и смешные голоса Михаила Галустяна. Кстати, в оригинальной версии за герой отвечает Джеки Чан и напарник Галустяна по юмору Тимур Родригес. Так что наслаждайтесь фильмом через все доступные вам чувства. Уже по трейлеру ясно, тема непростая, но потому и интересная. В центре сюжета попытка угона самолета компания молодых людей. Действие происходит в Грузии в 80-х годах. Картина работы режиссера Резоги Генеишвили с успехом была показана не только на Кинотавре, но и на Берлинском кинофестивале. Это первая его работа в рамках авторского кино. До этого картины были более массовыми и совершенно иного жанра. Сейчас же за свою острую социальную драму он уже получил награду за лучшую режиссуру. Также была отмечена работа оператора. А не повод лета и самому оценить фильм уже сегодня в кино. Резонансная история стала темой не только для этого фильма, но еще и для книги, театральной постановки и документального кино. Но вот какие истории станут основой для новых громких кинопремьер, узнаем уже через неделю в программе «Утро на Енисеи».